Усилили меры по дезинфекции общественного транспорта. Теперь специалисты обрабатывают автобусы, трамваи и троллейбусы. Несколько раз в день специальным раствором. Заметно расширились обязанности и кондукторов. Подробности расскажем в сюжете далее. С помощью специального распылителя и дезинфицирующего раствора Алексей проводит полноценную чистку автобуса. Мужчина рассказывает особое внимание, обращает на места, с которыми пассажиры чаще всего соприкасаются. Это поручни, ручки, сиденья и двери. По его словам, такой обработки хватает на весь день. Выходит около 12-14 часов. Потому что мы обрабатываем утром, а вечером автобусы. А сколько в день автобусов успеваете обрабатывать? Ну, на конечных получается около 25 автобусов. А вечером около 60 автобусов. Все, которые проходят через мойку. Обычно после утреннего час пика чистку проходят почти 200 автобусов на 9 конечных остановках, где межрейсовые перерывы делают несколько маршрутов. Однако помимо нее автобусы проходят еще два этапа дезинфекции. Полная мойка в гараже, а после каждого рейса обработка машины самими кондукторами. Они рассказывают, что их ежедневные обязанности заметно расширились. Добавилась ответственность. Сами ходят в медицинских масках и перчатках. Добавились лишний раз мытье упорочни, полов, дезинфекции. Практически мы делаем каждую стоянку. Вот я и сделаю, до конечки и вытираю. По полу, по обедам, по пересменке. Раз в два часа получилось. К подключению мер безопасности подключились и сами красноярцы. Все принимаю. Вот перчатки, вот маска. Что еще? Что еще надо? Больше ничего не надо. Мне надо поликлинику быстро съесть. И назад. Соблюдать правила индивидуальной защиты и не выходить из дома без нужды. Основные меры по соблюдению безопасности. Однако, если необходимость в автобусах и троллейбусах есть, нужно обязательно надевать маску и обрабатывать руки. Ну, эффективно, потому что, ну, сами видите, мы все равно стараемся. И транспортные средства очищаются. Все равно, вот даже поставив дезинфекцирующие средства, пассажир имеет возможность тут же очистить свои руки, помыть их, дезинфицировать. Плюс мы все-таки рекомендуем безналичный расчет. Это уже отсутствует взаимодействие с кондуктором напрямую. То есть различные варианты, они работают. Также в связи с коронавирусом в общественном транспорте расклеили памятки о мерах безопасности во время пандемии. Виктор Бородин, Сергей Раков, 7 канал.